Ауду биллэхи мина шайтан и рожим, бисмиллэхи ррахмани ррахим, ва бихи настаин, ва хвакхиру насрин и мамуин. Вассалату вассаламу аля саиду ламбияю альмурсалин, ва аля алихи ттайбин аль-ттахирин альмасумин, ва ла анату ддаимату аля адаихи мажмаин, иля к явми явмиддин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие братья и сестры. Сегодня мы продолжаем наше занятие, посвященное вопросам идеологии. Мы начали разбирательство атрибутов, самостных атрибутов Всевышнего, атрибутов совершенства. Разобрали могущество, разобрали знания и остановились на жизни. Несмотря на то, что мы этот атрибут, атрибут жизни рассматриваем в третью очередь, несмотря на это, жизнь является причиной, аналитической причиной могущества и знания. То есть могущество и знания, согласно некоторым убеждениям, некоторым точкам зрения, являются следствием, являются следствием жизни. И поэтому, с какой-то точки зрения, правильнее было бы рассмотреть сначала жизнь, а потом рассмотреть знания и могущество. Но так как доказательство жизни упирается на следствие его, так как одним из видов доказательства является доказательство причины посредством следствия, то есть если какая-то вещь является исключительной причиной чего-либо, то это что-либо, и его наличие ясно и недвусмысленно доказывает наличие его причины. Как, например, в данном случае, могущество является следствием жизни, то есть только живой обладает могуществом, только живой может обладать могуществом, то есть могущество является следствием, а жизнь является причиной, исключительной причиной могущества. То через наличие могущества мы также можем доказать и наличие жизни. Именно поэтому с этой точки зрения правильнее разбирать сначала могущество и жизнь, и потом только переходить к могуществу и знанию, и только потом переходить к рассмотрению атрибута жизни. Итак, мы говорили о значении жизни, что из себя представляет жизнь, и говорили о том, что жизнь является чем-то очевидным для каждого из нас. Мы все прекрасно понимаем, что из себя представляет жизнь. Даже если не сможем это сформулировать, мы прекрасно это представляем, прекрасно это понимаем. Почему? Потому что мы все, каждый из нас обладает жизнью. Но наши обсуждения касались того, какие последствия, какие следствия имеются у этого атрибута, у этого качества. И озвучили несколько точек зрения. Одна точка зрения утверждает, что следствием жизни является знание и могущество. Эти два атрибута мы разбирали ранее. Знание и могущество являются следствием жизни. Именно поэтому жизнью обладает все то, что обладает этими двумя атрибутами. То есть мы наличие или отсутствие жизни определяем по наличию или отсутствию могущества и знания. Это одна точка зрения. Но существует и другая точка зрения, что только могущество является следствием жизни. А знание может быть и у неживого, у чего-то неживого. И в этом они опираются на, прежде всего, на откровения, на аят священного Корана, в которых говорится, что все на небесах и на земле восхваляет Бога, славит Бога. Или в другом аяте говорится, что нет на земле и на небесах ничего, чтобы не прославляло Бога восхвалением. Мы говорили о том, что восхваление, прославление возможно только при наличии знания. Только знающий, обладающий знанием может восхвалять, может славить Бога. А то, что этим атрибутом, знанием не обладать, не может восхвалять и славить Бога. И также в откровении говорится, что вы этого не понимаете. Вы не понимаете их прославление. Вы не можете осознать, понять их прославление. То есть, вы не понимаете, каким же образом они восхваляют, славят Бога. Но логика подсказывает, что если мы чего-то не понимаем, это еще не значит, что этой вещи не существует. Этой вещи нет. Таким образом, всякое творение, любое творение без исключения обладает знанием. Как живое, так и неживое. Но при этом, и поэтому, именно поэтому мы не можем утверждать, что знание также является следствием жизни. Нет, ни в коем случае. Потому что знание имеется и у тех, и у тех творений, которые жизнью не обладают, не являются живыми. Поэтому остается только могущество. И здесь мы должны разобрать данный вопрос, что из себя представляет могущество. И должны смотреть, в частности, в откровении, что названо живым, а что мертвым, то есть противоположностью живого. Итак, в священном Коране мы наблюдаем один очень интересный аят. Сказано в священном Коране. То есть, знайте, что единый Бог оживляет, то есть дарует жизнь земле после ее смерти. Итак, в данном аяте земля названа живой. То есть, жизнь приписана земле. И также земле приписана смерть. То есть, земля была мертвой и была оживлена Богом. Жизнь и смерть. Оба качества, оба атрибута приписаны земле. Давайте задумаемся над этим аятом, и что в этом аяте подразумевается. Вне всякого сомнения, в этом аяте подразумеваются растения. То есть, другими словами, говоря проще, растения на самом деле названы живыми. Потому что в этом аяте речь идет именно об этом, о том, что после того, как земля высохнет, Бог не спасает дождь, оживляет, то есть, взрастает растение. Вырастают из земли растения. То есть, именно это является оживлением земли. Это и есть оживление земли. То есть, по сути, именно растениям приписана эта особенность, этот атрибут, жизнь. Но что в растениях такого, что отличает растение от неорганических вещей? Например, от камня. Что отличает растение от камня? Почему именно растение является живым, в отличие от камня? Почему до того, как выросли растения, земля была мертвой? До растений земля была мертвой. Почему? Что, чем таким особенным обладает растение, что придает земле жизнь? Здесь мы, вне всякого сомнения, наблюдаем одну очень важную особенность растений. Они обладают способностью к росту. Они, если можно так выразиться, питаются. Питаются и растут. Имеют какое-то движение в своем росте. Это отличает растение от неорганических предметов. Неорганических вещей. Таким образом, это следствие, этот рост, это движение является следствием. Следствием жизни. Помимо роста в растениях мы также наблюдаем плоды. То есть, деревья, например, дают плоды какие-то. Все это является следствием наличия у растений жизни. И когда мы наблюдаем в творениях нечто более живое, так как жизнь, так же как знание, так же как могущество, является чем-то дифференцированным. То есть, интенсивность этого атрибута в каждом разная. Итак, мы наблюдаем творения, которые в большей степени обладают в жизни. Например, животные. Но чем животные отличаются от растений, выгодно чем отличаются? Какие признаки в них имеются, которые доказывают, что в растениях жизнь интенсивнее, чем в растениях. В животных интенсивнее, чем в растениях. Что в них такое есть? Мы наблюдаем волю, наблюдаем в животных. Помимо того, что они так же растут, как растения, помимо того, что животные имеют пищеварение, помимо того, что они могут производить, оплодотворяться и так далее, производить себе подобного, так же как и растения. Помимо этого, мы видим, что есть в животных нечто отличающее их от растений. А это именно свобода воли. То есть, животные двигаются, перемещаются по своему выбору, по своей воле. Выбирают, куда идти. То есть, это выгодно отличает животных от растений. И свидетельствует о том, что в животных жизнь намного более интенсивнее, намного более сильнее, намного качественно лучше. И наряду с этим мы наблюдаем также другие творения, которые обладают жизнью еще в большей мере. Это люди. Это человек. Человек, так же как и животные, так же как и растения, растет, оплодотворяется, размножается, имеет пищеварительный процесс и так далее и тому подобное. И так же как и животные. Имеет свободу выбора, имеет возможность перемещаться, передвигаться, совершает деяния по своему выбору, по своей воле. Но наряду с этим обладает чем-то, что отсутствует у животных. Эта вещь называется разумом. Разум, который отсутствует у животных, или по крайней мере, если и присутствует в некоторых животных, то крайне слаб. То есть разум животных, он крайне слаб. У человека намного сильнее разум. И это говорит о том, что жизнь в человеке интенсивнее. Ангелы обладают жизнью, но еще в большей степени, еще интенсивнее. И, наконец, Бог, который также обладает жизнью, но жизнь его интенсивнее, намного и безгранично интенсивнее, чем у всех творений, без исключения. То есть это говорит о том, что жизнь является чем-то дифференцированным. То есть интенсивность его отличается от обладателя к обладателю этой жизни. И когда мы говорим о Боге, мы говорим о чем-то намного большем, о чем-то намного интенсивном, чем жизнь растений, чем жизнь животных или человека. Несмотря на то, что и то, и другое являются жизнью, но качественно, безгранично отличаются. И, конечно же, такие особенности, такие следствия, как рост, размножение, пищеварительный процесс и так далее и тому подобное, все это Богу не присуще, потому что все это является признаком недостатка, признаком несовершенства. Поэтому, говоря о жизни Бога, мы говорим о чем-то совершенно ином, о чем-то совершенно качественно отличном, от того, что мы наблюдаем в его творениях. И чем же особенно эта жизнь Бога? Особенно она интенсивностью, прежде всего, могущества. Обратите внимание, мы, ранее определяя могущество, говорили о том, что могущество – это возможность, такая возможность, когда его обладатель совершает деяние, если захочет, и не совершает, если не захочет. И мы говорили о том, что могущество Бога безгранично. Это могущество Бога. Но давайте обратимся к живым существам, которые обладают жизнью в намного меньшей степени, в намного меньшей степени, чем даже животные. То есть, обладают слабой жизнью. Растениям, обратимся к растениям и посмотрим, обладают ли они могуществом. Мы наблюдаем, что могущества в этом значении у растений нет. Растения не обладают могуществом именно в этом значении, в том значении, в котором мы приписывали этот же атрибут Всевышнему, Единому Богу. Растения от меня было? Да, растения растут. Растения растут, они размножаются. Но этот процесс, это движение, этот рост, он не является выборочным. То есть, не является следствием свободного выбора, как действия животных, как действия человека. то есть, из этого мы понимаем, что если жизнь слаба, то слабеет и доходит до грани могущества, способность совершать что-либо, способность делать что-либо. И на этой грани мы наблюдаем способность совершать определенные действия и даже двигаться, но при этом бессознательно, без свободы воли, без сознательного выбора. и, конечно же, чем интенсивнее жизнь, тем сознательнее выбор, тем больше выбор, тем безграничнее могущество. И, конечно же, несмотря на то, что жизнь все-таки не является исключительной причиной знания, но, вне всякого сомнения, жизнь передает интенсивность и качество знанию. И ранее мы говорили о том, что Бог безгранично могущ, Бог безгранично знающий. И все это является доказательством того, что Бог также безгранично живой. На будущих занятиях мы попробуем, постараемся поговорить об особенностях жизни Бога. А на этом я с вами прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok